МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Аня. Рада вас видеть. Как стать участником такого форума? Нужно быть активно в общественной жизни или как-то иначе? Мы, как организаторы этого форума, предъявляем свои особые требования к участникам. Во-первых, это возраст участников. Он должен быть до 35 лет, с 18 до 35. И, конечно, когда идет конкурсный отбор, потому что заявок бывает, что больше, которое мы можем принять, количество принимается. Мы, конечно, смотрим и активность его в социальной жизни, в коммерческой жизни и вообще его портфолио, так скажем. А вообще в нескольких словах, если сформулировать, зачем проводится это мероприятие? Слет сельской молодежи в этом году уже десятый раз проводится. Это такое общее мероприятие для молодежи, где можно найти единомышленников и почерпнуть самые актуальные вопросы, актуальные самые веяния в этой сфере. Также результатом такого слета является резолюция, которую формулируют участники слета. И она обращается и к общественности, и к органам исполнительной и законодательной власти. То есть это молодежные инициативы, которые при мероприятии формируются. Самое главное, я так понимаю, ребята приезжают обменяться опытом, представляют какие-то свои проекты. Какие проекты прошлых лет запомнились организаторам? Прошлые форумы, прошлые слеты, они были каждой своей тематике. Прошлый, например, был по экологической теме. Но очень все вспоминают всегда проекты «Нью колхоз» из Новосибирской области. Это еще лет 5 назад молодой человек создал такую систему выращивания домашних животных, за которой можно было наблюдать по интернету. Он был передовиком в этой сфере. Сейчас он успешно развивается, и у него очень много последователей. Получается, что этот проект был реализован на практике. Да. А много вообще проектов в дальнейшем реализуют на практике? Ну, в целом, это уже люди, которые имеют практический опыт. Приезжая на слет, они добавляют только дополнительного развития своему проекту. А чьи проекты в этом году вы ждете с особым нетерпением? Вот 25 регионов, очень много ребят приедет. У нас, можно сказать, несколько направлений. Социальные проекты, вот особенно запомнился активист из республики Алтай. У них некоммерческая организация, которая существует уже несколько десятков лет. Он молодой последователь и руководитель этой организации. Называется она «Трезвый Алтай». И в селах республики Алтай есть даже несколько сел, которые абсолютно трезвый образ жизни ведут. Он расскажет о своем опыте. Это он таким образом устроил их жизнь, что они бросили, да? Да, это целая общественная организация, которая нацелена на пропаганду здорового образа жизни. Они и законодательные инициативы об ограничении, например, продажи спиртных напитков вводят у себя на территории. И таким образом целые села ведут абсолютно трезвый образ жизни. Я думаю, этот проект многих заинтересует. Не только в Гурном Алтае он будет реализовываться впредь. Но след проходит в течение двух дней. Чем ребята еще будут заняты? Завтра будет у нас пленарная часть, где ожидается у нас Глеб Владимирович Тюрин. Он довольно известный эксперт в Алтайском крае. Работал со многими районами края. И несколько лет назад в Смоленском, в Солонешинском районе реализовывал проекты. И вот теперь он приверженец локальной экономики. То есть он пропагандирует, что каждое небольшое поселение должно иметь свою замкнутую систему. Он доказывает, что это мировой опыт, мировая практика. В принципе, наше государство, малое предпринимательство также поддерживает. Но у нас недостаточно еще сознания сформировано у молодежи. Как должно все обустроено быть в своем населенном пункте. Это тоже для молодежи будет очень интересно, я думаю. Ну, вам удачи в течение ближайших двух дней. Спасибо, что к нам пришли. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Анна Сальникова, заместитель директора Краевого дворца молодежи. Говорили мы о 10-м юбилейном слете с сельской молодежи.